В Евангелии Матфея есть отрывок, который особенный, описывает Христа на Голгофе, но описывает какое-то Божье вмешательство в тому, что происходит на Голгофе. Бог дает особые знамения, показывая, что то, что творится на том холме, это что-то особенное, указывая на то, что умирает Божий Сын. В Евангелии Матфея, глава 27, в первом таком знамении, что происходит что-то необычное, написано так, стих 45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. На наше время, с шестого до девятого, это с двенадцати часа дня до трех часов дня. А Христос был распятый примерно в девять утра и висел на кресте шесть часов и умер в три часа дня. Вот половину этого времени, которое он висел на кресте, на земле, как минимум на части земли, потому что слово «земля» можно и понимать на иудейской земле, была тьма. Тьма была не только на Голгофе, а вот там, где проживали евреи, была абсолютная тьма. Это не могло быть каким-то просто, даже вот обычным затмением солнца, когда луна прикрывает для солнца возможность осенять лучами какой-то участок земли. Потому что еврейская Пасха, когда происходило распятие, она привязана к движению луны. Почему даже наша Пасха, почему Пасха не в числе, то есть никакого определенного числа, как Рождество. Потому что Пасха привязана к еврейскому празднику Пасхи. У них она была связана с полнолунием, когда полная луна. Вот когда полная луна, никогда не может быть затмение солнца луной. И даже обычное затмение, оно происходит, ну, как минимум, частично, и, может быть, в некоторых моментах почти прикрывает солнце, и то это происходит на несколько минут. Три часа тьмы. Можно только догадываться, что произошло. Или какое-то сверхъестественное Божье вмешательство, когда Бог послает, может быть, своего ангела, и ангел прикрывает солнечные лучи на часть земли. Или, может быть, по Божьей воле было сделано так, что почти все тучи с той местности собрались и настолько сгруппировались, что буквально закрыли солнце. Ну, что бы там ни происходило, на три часа, мы можем выключить свет в нашем помещении, но вот на три часа был выключен свет на улице, солнечный свет. И понятно, что люди ощущали, что что-то происходит необычное. Вообще, до этого, когда все английцы описывают распятие этих первые три часа, с девяти утра до двенадцати, там происходит много событий. Приходит толпка людей, большинство из них насмехаются над Христом, разбойниками насмехаются, что-то делают воины, там делят одежды. Куча событий за эти три часа. А когда наступала тьма, больше ничего не говорится, просто тьма. Просто тьма. Как будто все замерло. Наступила тишина. Кажется, что просто Бог вмешался в то, что происходило на голове в то время, когда с Божьего Сына, невиновного, делают спектакль или зрелище, насмехаются. Бог сделал абсолютную тьму, и все замерло. Все эти насмешки прекратились. Люди насоражились. И только вот в конце этого периода, перед самой смертью, Иисус говорит короткие фразы. Вообще, тьма не раз уже в Библии воспоминалась как какое-то Божие чудо или даже Божие наказание. Помните, была тьма во время казни в Египте? Есть еще один момент тьмы, когда вспоминает пророк Амос, или пророчествует пророк Амос. Это книга Амоса 8-9. «И будет в тот день, говорит Господь, Бог, произведу закат солнца в полдень, и я мрачу землю среди светлого дня». Скорее всего, это было слово в каких-то более ближайших временах к Амосу. Но буквально так же произошло на Голгофе в полдень. 12 часов дня, тогда, когда солнце в самом зените, когда самый яркий период должен был быть дня, наступает тьма, как ночь. И эта тьма так же, будто бы Бог вмешивается и показывает, что я не с вами. Я не могу здесь быть. Я не могу на это смотреть. Небо не может на это смотреть. И вам не дано права на это смотреть. И в конце этого уже момента, когда 3 часа на исходе тьмы, стих 46, а около 9 часа, это 3 часа дня, возобил Иисус громким голосом. И вот эта фраза, ее дает перевод, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вообще, Христос до этого, если говорил, то говорил что-то такое, что касалось людей. Не было ни одного его вопля страданий, когда его били, когда его распинали. И этот единственный вопль о страданиях, это когда Сын, Божий Сын, говорит, как тяжело быть Ему, когда Отец его оставил. Когда Отец оставил, потому что на Нем были наши грехи. И это было самое тяжелое в том, что Он перенес вместо нас. Ты меня оставил. Эта тьма как будто бы иллюстрировала, что Бог оставил их, и Бог оставил Сына, на Котором были наши грехи. Вместо нас, за нас, чтобы нас не оставлять. Это такое первое знамение, это сверхъестественная тьма. Второе знамение, которое делает Господь в момент смерти Христа, стих 50. Иисус же опять возопив громким голосом и спустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Еще один уже предсмертный крик, вопль Христа. Вообще, распятие было такой казнью, что казненные тихо умирали, задыхаясь. И это было невероятно, что последним вздохом был бы крик. Это было медленное огонь. Божий Сын показывает, что Он умирает добровольно, имея еще силы жить, потому что Он уже выполнил то, что Он должен был сделать на земле. Наши грехи Он взял и понес наказание. И это был как бы вопль, который другие инвестиции комментируют. Иисус совершилось, сделано, уплочено. И в этот момент, когда Он делает этот вопль последнего вздоха и крика, что все сделано, в этот момент, в этот миг, как бы вот синхронно в храме, в храме, который был в Иерусалиме, Голгофов был вне Иерусалима, а в храме, который был в Иерусалиме, происходит какое-то божье вмешательство. Храм был не пустой, потому что это было время, когда совершалась и вещерняя жертва, когда евреи ходили в храм, чтобы заколать пасхального огненка. И именно с трех часов совершалось служение в храме. Там точно был в этом части священник, на глазах которого это произошло, потому что это было внутри храма. По-видимому, идет речь о завесе, которая разделяла основную часть храма со святой и святых, с тем местом, куда нельзя было входить никому, только раз в год главный священник туда входил. Эта завеса, она была громадная, она была громадной по высоте. Говорят, что после реконструкции, которую сделал Ирод, он еще ее сделал более высокую, чем она была в храме Соломонов, то высота завесы была 18 метров, ну, как пятиэтажный дом. И вот эта завеса разрывается на глазах какого-то священника сверху донизу. Ну, ни один священник не имел такой высоты рук, чтобы достать до крыши пятиэтажного дома. Ни один человек такой не мог бы сделать. Сам Господь или его ангел, в этот момент, когда как будто бы наблюдают за многогофой, и как только Христос делает последний выдох в своей жизни и отдает свою жизнь, в этот же момент, в этот момент, Бог разрывает эту завесу, разделяющую или закрывающую вход к нему, к святой и святых, как бы демонстрируя или показывая, что, во-первых, благодаря жертву Христа теперь вы имеете вход, свободный вход к Богу, который был для вас закрыт. В послании к евреям есть такой комментарий о завесе и о смерти Христа. Глава 10, евреям, стиха 19. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище, то есть это святое место, посредством крови Иисуса Христа, путем новым, он был раньше закрыт, новым и живым, потому что это благодаря Христу, который он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Его плоть называется той завесой, которая, когда она разорвалась, когда он умер, он открыл нам доступ, доступ к Богу, доступ к Отцу. Он также говорил о том, что вся та литургия, которая посадила в храме, теперь уже не имеет смысла, недействительная, она не нужна. Она была временным каким-то, какой-то церемонии, которая только показывала, что вы грешники, и путь к Богу вам закрыт. Теперь, когда Христос становится уже высшим первосвященником, именно об этом говорится в послании к евреям, что он стал тем, кто перенес себя в жертву, и те жертвы уже не нужны, потому что его жертва открыла нам доступ к Богу раз и навсегда. Теперь все, что нам нужно, просто доверяя ему, веруя ему, следуя за ним, и входить к Богу благодаря тому, что он сделал для нас. Вход открыт. Думаю, что, скорее всего, это знамение возможно не было в те дни известно для большой публичности. Может быть, священники даже пытались как-то скрыть этот факт. Потому что еще вход в сам храм имели только священники. Но вот рано или поздно об этом было открыто. Возможно, сами священники, кто-то из них со временем все-таки уверовал во Христа и рассказал. Может быть, тот, кто там дежурил, тогда сказал, что я это видел и потом об этом всю жизнь размышлял. Теперь я понял, что Христос есть жертва и спасение. Итак, сделано было знамение на небесах. Тьма закрыла солнце. Сделано было знамение на земле, в храме, в самом главном месте на земле, которое имели евреи. Бог показал знамение, что через смерть Христа мы получаем доступ. Еще группа знамений, которая была сделана где-то под землей или как бы в подземных сферах. Этот же стих из Матфея. После завесы сказаны такие слова. «И земля потряслась, и камни расселись». Земля потряслась, землетрясение. Что внутри земли задвигалось. Настолько задвигалось, что эти горы, эти холмы начали двигаться. Это была такая сила, что даже камни, это скалы, скалы, ну, есть вот у нас холмы, холмы, это в основном там мягкие камни там или известняк, земля, а есть буквально скалы, крепкие скалы. Эти камни полопались, полопались вот этого землетрясения. Двигалось не только Голгоф, а вот это было, земля трослась во всей округе. В момент смерти Христа, как только Он дает этот последний вздох, происходит землетрясение. Знаете, когда Бог давал закон на Синае, то тоже гора двигалась, устрашая, устрашая евреев, что Он святой Бог, и они не имеют права к Нему приступить. Теперь же было, как бы, землетрясение с другой целью. Он святой Бог, но теперь они имеют к Нему возможность прийти благодаря Христу. Благодаря Его милости, благодаря Его благодать, благодаря тому, что Он выполнил требование закона, что возьмите за грех смерть. И Он взял на Себя наше наказание. Земля трясется, камни лопают, эти ущелья образуются. За пять дней до смерти, до Голгофа, до этого землетрясения, Христос въезжает в Иерусалим, помните, Его бурно приветствуют разные паломники, а ученики Христа и толпы людей поют Ему славу, прославляют Его, священники негодуют, фарисеи негодуют и требуют, чтобы Христос запретил им Его прославлять. А Иисус говорит, знаете, что если они умолкнут, то камни возобьют, камни начнут крещать. С камней сделают то, что меня прославят. Я тот, кого должен ославить. Но я думаю, что в эту пятницу, когда Он был на кресте, скорее всего, ученики замолкли. Не было слышно в всяком случае в Евангелии ни одного голоса прославляющего Христа. Были другие голоса, были насмешки, были куленья. Ученики разбежались, страхи, перепуги. Кто-то просто молча стоял, просто молча стоял, издали, смотря на Голгоф. Но ученики умолкнут. Из-за того, что они умолкли, Бог сделал так, что вот эти камни, природа, как бы вот, это немая природа, она проговорила, или сказала, что что-то не так, что-то происходит необычное. как бы камни эти не выдержали того, что Божий Сын умер, хотя Он умирал не за камни, не за эту мертвую природу, неживую, неудушевленную. Он умирал за нас, за людей, но люди оказались более черствыми, или более упрямыми, более твердыми, чем камень. Говоря, камень, ну как будто бы это сердце как камень, но даже камни не выдержали, они начали лопаться. Из этого землетрясения в момент смерти Христа. Это то, что все видели. Это тоже было публично, если завесно, скорее всего, некоторое время этот факт укрывался, возможно, тьма, измельчение, и эти разорванные скалы, или образовавшиеся по-новому какие-то ущелья, это все должны были заметить. И еще одно, может быть, четвертое знамение, которое делает Бог, и оно тоже где-то связано с землетрясением, стих 52-й, вот, и гробы отвезлись, ну гробы это подразумевается, по-видимому, не могилы в земле, а пещеры, которые были использованы как гробницы, и которые были закрыты камнями громадными, и когда камни лопались в скалах, по-видимому, эти некоторые гробницы, прикрытые этими камнями, тоже эти камни разлопались, не рассыпались, и гробы пооткрывались. И многие тела усопших, то есть, ну, умерших святых воскресли. И выйдя из гробов по воскресению его, вошли во святой град, и явились многие. Что-то произошло, что вот невероятно, невероятно, потому что еще раз, какая последовательность. После этого землетрясения, или в момент этого землетрясения, как следствие, некоторые гробницы открылись. но если бы только на этом, то это была бы только часть удивления. Гробы открылись, и потом можно только размышлять, как за скорю многие тела усопших, святых воскресли, и вынес гробов по воскресению его. Точно гробы открылись в момент смерти Христа, когда было землетрясение. Но когда воскресли, вот гробы открылись, а когда мертвые, некоторые мертвые, вот сказано, святые, не все мертвые, могилы в тех, которых были положены святые, те, кого Бог считает за святым, кто в него веровал, то часть этих людей, похороненных возле Иисусу мимо, воскресли. Точно они покинули гробы когда? После Христового воскресения. Так кажется, если так читать подряд, то кажется, что в момент смерти гробы открываются, но мертвые еще лежат. Но как только Христос воскрешает, они воскрешают и выходят из своих могил и идут куда? Идут святой город, это одно из названий Иерусалима. Идут в Иерусалим и идут в гости кому-то, явились многим. Если это были умершие относительно недавно, то скорее всего у них были родные, может быть жена, может быть дети. И эти умершие, я думаю, что сначала это был страх, когда их постучал, а потом была радость. они сказали, что слушайте, мы пришли к вам, потому что в Иерусалиме произошло необычное. Божий Сын умер и воскрес. Это означает, что теперь смерть не имеет власть, означает, что за грехи уплощено, означает, что он победил и силу власть смерти, и как удостоверение того, вот мы как бы первенцы в Его воскресении. Он воскрес, и мы как будто бы как бы первый плод Его воскресения, и мы здесь с Ним. Это было особое знамение. Знамение, как будто бы еще раз, Бог показывает неверующему миру, который распинает Христа, что они распинают Божьего Сына. И знаете, для тех, для тех, ну, что сердца все-таки не было, как-то скала, или как тот камень, который лопался, открылся, эти знамения подействовали. Рассказано об воинах, об римских солдатах, стих 54. Сотник же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшие устрашились весьма и говорили воистину Он был Сын Божий. Римские солдаты, это кажется, кто-кто, если кто-то должен был уверовать, то они, наверное, должны быть в самом конце этого списка. Они вообще язычники, люди черствые, видавшие виды, для них распятие это была очередная работа, до этого десятки тысяч евреев были распяты, это была обычная казнь, которая часто делалась, когда какие-то были публичные, какие-то восстания, они делали свою работу не имея ничего к тому, что как будто нейтрально и равнодушно. Евреи распиняют какого-то еврея просто их руками. И когда это все происходило, помните, они его распяли и как по своему обычаю делили одежды, душаясь, не думая, что это какой-то святой человек, кидали даже зеребий, кому заняться хито. эти язычники просто как будто абсолютно нейтральные, абсолютно далекие через все то, что произошло, перепугались. Сказано, что на них напал страх. Устрашились, устрашились, понимая, что что-то произошло в этот момент необычное. они называют его, что в истине он сын Божий. Знаете, откуда они узнали, что он сын Божий? Потому что до этого еврейская власть, священники, которые были на Голгофе в эти первые три часа, когда было светло, они с него рассмехались и как бы в насмешку называли его сын Божий. Смотрите, стих 40 этой же главы. И говоря, разрушающий и в три дня храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий. Сойди с креста. Они насмехались, какой же ты сын Божий? Ты как карикатура на него, ты на Голгофе, ты распятый, ты изуродованный. Но эти войны просто вот еще со стороны видят то, что происходит, видят, как он себя ведет, видят его смерть такую необычную, что вот как будто он сам ушел, не дожидаясь этой агонии, видят эту тьму, которую никак нельзя было объяснить, видят землетрясение, вот просто видят частью этого. Конечно, они не видели еще во всех мертвых, не видели эту завесу, но видят только часть этих знаменений. Эти люди, которые пришли туда совсем просто из-за своих рабочих обязанностей. Сказано, что это говорил сотник, но он был там не один, и говорится о том, что сотник и те, которые с ним были, вот стерегли, хотя это были слова сотника, но по-видимому это, они мы чтобы разговаривали, это было какое-то коллективное понимание, что оказывается они совершили казнь, и тот, кто умер на кресте, это Сын Божий, выяснил Сын Божий. И сохранившиеся предания, нельзя сказать, что они стопроцентно достоверны, но возможно так оно было, что даже известно имя этого сотника, и сказано, что он вскоре после этого уверовал, принял крещение, и когда через время вернулся на свою родину, он там был как бы первым миссионером, проповедовал Евангелие, и умер мученической смертью за проповедь Евангелия. Может быть, такое и так произошло, но точно, точно, что Бог показывает Евангелие, что Бог сделал все, чтобы с того момента люди знали, что был распят Сын Божий. Заметте, никто из них, ведь всегда было не распятие трех человек, никто из воинов не подумал, а может быть, кто-то, кто из них, и за кого из них эти знамения, может быть, из всех трех, было всем очевидно, что тот, кто был на кресте посередине, Христос, это из-за него, это он причина чего-то невероятного, это он. Фактически Бог призывает нас быть людьми, на которых это вот смерть Христа Голгофа действует как насотника, как что-то необычайное, разрывающее сердца, жестокие сердца, чертые сердца. Я думаю, что наверное Алексей рассказывал историю своего верования, мы вспоминали, как мы пришли к Господу, но были разные факторы как мы познакомились с верующими, как мы познакомились с Евангелием, но был один наверное объединяющий фактор, что склонило нас на колени перед Богом, это наше понимание, что Бог умер за нас на кресте, я так жил бездумно, грешно, я виноват перед Ним, а Он меня так полюбил, что за не был распят. Это то, что из нас, которые были похожи на этого сотника, равнодушных, которые случайно оказались где-то в какое-то общении, в компании, или перелистывали Евангелие, Бог в наше сердце завоевал. Вспоминая сегодняшнее событие, войну, есть такая фраза, еще из 17 века, я с ней не согласен, такая фраза есть, последний довод королей, эта фраза писалась, впервые было написано, и потом она использовалась, когда велись войны, написалась на, выливалась на пушках, а знаете, кто ее придумал, автор этой фразы, это было 17 веке, называется 30-летняя война, 30 лет шла война в Европе, ужасная война, смертоносная война, когда католики воевали против протестантов, как бы, это была попытка антиреформации, попытка остановить реформацию, армии, придумал эту фразу, был католический кардинал, решили, идея была такая, что все-таки мы эту войну закончим, мы с ними разберемся, вот пушки, мы это все остановим, это все остановим, и надо сегодняшнего дня вошла в эту фразу, ее используют, то, что делает Россия, это примерно эта же фраза, только сказано другими словами, мы пытались сделать все возможное от нас, а вот не получилось, вот поэтому мы решились воевать, это лукавство, это а у Бога другой, вот последний довод Бога, чтобы наше сердце завоевать, это не пушки, направленные в нашу сторону, это Голгофа, это то, что, это Божий гнев, направленный не на нас, направленный на своего сына, и этот Божий гнев, направленный на своего сына, вместо нас показывает нам его любовь, его величайшую любовь, вот почему это может быть сильнейшее средство для нашего освящения, почему Бог сделал, чтобы мы об этом вспоминали и говорили регулярно, заповедовал нам делать причастие, вот почему проповедуя другим, Бог говорит и призывает, что мы проповедовали Христа Распятого, это сила и суть Евангелия, которая может сокрушать и завоевывать нас, и пусть и сегодня Господь через Христа Распятого поможет нам, поможет нам еще больше Ему доверяться, еще лучше знать Его любовь, еще еще раз понимать свое недостоинство уйти к Богу благодаря своих заслуг, а только благодаря нашей вере, покаянию, нашему недостоинству мы приходим через Христа Иисуса на основе Его заслуг. Дай нам так Господи веровать, чтобы мы жили с верой, умирали в вере и в какой-то момент жизни с нами произошло то же самое, что с этими святыми. Вот они воскресли с Ним. Тоже как бы хороший намек, когда мы духовно воскресли, что нам нужно сделать? Мы духовно воскресли, нам нужно войти в наш город и многим говорить о том, что Христос нас оживил и это на нас подействовала Его смерть, смерть Божьего сена, оживляющая нас. Христос